Привет! Redmi Pad SE это самый продаваемый недорогой планшет на российском рынке. Не верите? Ну, можете отправиться в любой ДНС или МВидео и спросить у продаванов, сколько уходит в месяц вот этих Redmi у них с точки. И хоть этой модели уже скоро кажется как год, ну как скоро месяц через три, в августе 23-го года его показали, но по большому счёту альтернативы ему до сих пор нет. Ну вот пока компания Xiaomi не покажет что-нибудь новое. И на самом деле популярность этого планшета вполне заслужена, ну потому что тот прайс, который просит за этот планшет, ну ничего дельного вы не купите. Для понимания, версия 4.128 в известном магазине на букву М предлагается сейчас за 16 тысяч рублей. А если же вы зайдёте на Алиэкспресс, то версию 6.128, как у меня, можно купить за 12 с половиной тысяч рублей. И учитывая, что она ещё до пошлины, никаких доплат больше не будет. В комплекте нас ждёт, ну вот ничего практически нас не ждёт, но есть, однако, зарядка. Да-да, планшет очень дешёвый, но зарядку положили. Правда, есть один небольшой нюансик. Сам планшет поддерживает 18-ваттную быструю зарядку, облачок всего на 10 ватт. Ну, так как у меня перешитый китаец, то здесь ещё и нужен адаптер. Ну, короче говоря, это всё не главное в этом планшете. Ну, вот он у меня в таком вот красивом зелёном цвете. 11 дюймов. Из коробки никакой плёнки не наклеено. Так как китайцы его перешили, то тут загрузчик уже разблокирован. Но при этом все обновы будут приходить. Ну, конечно, в первую очередь это дисплей. Здесь он с Full HD разрешением. Это IPS-матрица. Причём она не просто IPS-матрица. Но прошли те времена, когда нам в недорогих планшетах давали 60 Гц. Тут вполне себе эти самые 90 Гц. Существуют, правда, скажем так, ограничения процессора сделали то, что нам часто не нравится. Даже в автоматическом, даже в принудительном режиме вот тот же самый UFO-тест больше 60 FPS в хроме не выдаёт. Да, в отдельных сценариях использования можно увидеть 90 Гц, но в основе своей это всё-таки будут, если пересчитывать на анимацию, 60 FPS. Дело-то мы имеем с IPS-экраном, а поэтому, честно, тут яркость будет на 100%. Но она, конечно, здесь всё-таки невысокая. Это 320 нит. Если это переводить в канделы, то не дотягивает и до 100 канделов на метр квадратный. Минимальная яркость в нитах 2,5. В канделах меньше 1 кандела. Ну и, естественно, так как дело-то мы имеем с IPS-экраном, то тут не будет никакой пульсации. То есть для глаз этот экран, хоть он и не очень яркий, но, безусловно, безопасен. Второе, что очень важно в планшетах, это звук. Потому что кто-то не захочет включать дома наушники и будет вот прям со стереосистемы, а тут именно стереосистема использована, слушать этот самый звук. Ну, давайте я вам включу небольшой отрывок. Ну, я думаю, всё понятно. Он как минимум громкий. Здесь использовано аж 4 динамика, по 2 с каждой стороны. И вот к чему, к чему, а к звуку здесь придраться точно не получится. Да, наверное, басов маловато, если сравнивать с каким-нибудь там iPad Pro. Но это и не iPad Pro. Так что громко и относительно качественно. Безусловно, на этом планшете часто и много будут смотреть видео. И вот тут-то ещё один плюс Redmi Pad SE лично для меня есть. Это наличие 3,5-миллиметрового аудиоджека. Так уж повелось у производителей в 2024 году, что даже в недорогих планшетах стали массово убирать аудиоджеки. Я не очень понимаю, зачем нужна эта мода. Всё-таки устройства прикроватные, у многих дома ещё проводные наушники лежат. А тут, пожалуйста, подключай всё, что угодно и смотри всё, что угодно. То наличие 3,5-миллиметрового аудиоджека – это безусловный плюс. Интересно, что в оригинальном Redmi Pad, который вышел, кажется, два года назад, а может, два с половиной года назад, вот этой самой дырки и не было. Из-за неё многие его критиковали. Более того, сюда даже радио, собственно, добавили. Пожалуйста, заходим и слушаем. К сожалению, FM-радио без подключенной гарнитуры не работает, но его наличие в планшете – это круто. Вот производительность в этом 11-дюймовом планшете – это то, что будет вас меньше всего интересовать. Но всё равно, как о ней не поговорить, тем более многие её поругали в своё время. Здесь всё работает на Qualcomm Snapdragon 680, 6-нанометровое решение, 8 ядер, максимальная частота 2,4 ГГц. Ну, то есть это процессор примерно уровня Mediatek Helio G95. Просто, чтобы было понятно, в Antutu планшет набирает 260 тысяч попугаев, из них 40 тысяч приходится на Adreno 610 видеоускоритель. Если взять какой-нибудь планшет на Snapdragon 870, там будет около 700 тысяч попугаев. Ну, то есть примерно в 2,5 раза больше. Но и цена там будет другая. И вот, знаете, сказать, что поиграть на этом планшете нельзя – это будет большое лукавство. Очень можно даже, даже в довольно продвинутые игры. То есть, естественно, на минимальных настройках графики. Но вполне себе тут всё играбельно. Да, те же самые 90 Гц в большинстве тайтлов вообще не будут работать. Ну и чёрт с ними, с этими 90 Гцами. А если применить немного фантазии, то к большому экрану прямо-таки просится джойстик. И в тех тайтлах, где этот самый джойстик можно задействовать. Ну вот прям очень-очень круто всё выходит. У меня версия на 128 Гигов, и я вас очень прошу, не покупайте версию на 4.64. Ну, потому что быстро об этом пожалеете. В любом случае, если вам для мультимедиа до сих пор нужна карточка памяти, здесь такая возможность есть. Вот что действительно пригодилось бы Redmi Pad SE, и чего его лишили – это навигационных интерфейсов. GPS-а тут нет. Да, чуть не забыл сказать, накопитель тут довольно медленный – EMMC 5.1. Но опять же, для мультимедийного устройства, прикроватного устройства – это не проблема. По камерам, ну, вы сами понимаете, кого особо в планшетах камера интересует. Основная на 8 Мп, может писать 1080p видео. Фронтальная, которая в планшете, в общем-то, будет основной всего на 5 Мп. Но я, честно говоря, даже не знаю, кто будет на этот планшет в своём уме фотографировать. Как и старшие братья от Xiaomi и Redmi, работает это на оболочке MIUI Pad. Сейчас версия у меня глобальная – 14.0.6. И по большому счёту от того же MIUI 14 тут отличий немного. Ну, разве вот такие вот фишечки, вот переключения и всякие такие панели. Работает всё удобно, но опять же, есть вот эти вечные проблемы MIUI с огромным количеством вот этих всяких уведомлений, которые раздражают. Но опять же, потратьте один вечер своего времени, и у вас будет всё работать как надо. Оценивать время работы такого утилитарного устройства, ну, довольно сложно, потому что здесь нет сети, всё работает от Wi-Fi. И учитывая, что здесь установлен Snapdragon 680, который, в общем-то, экономичен, всё работать будет у вас долго. У меня планшет в таком прикроватном режиме может и неделю прожить. Ну, естественно, если его гонять как в сидоровую козу, то есть как смартфон, то будете заряжать каждый день. Батарейка тут на 8000 мАч, но надо учитывать, что экран тут физически больше. Да, зарядка тут по умолчанию медленная на 10 Вт, но всё решается очень просто. Берём любой блок питания с поддержкой Quick Charge .0, который может выдать 18 Вт, и 4 часа зарядки от 10-ваттного блочка превращаются где-то в 2 часа с лишним. В общем, что хочу сказать в итоге о Redmi Pad SE. Xiaomi действительно удалось в 23-м году выпустить, ну вот прям хитовый планшет. Его не зря полюбили на рынке. Всё дело в том, что прямых конкурентов у него нет. Realme что-то там пытались делать, но как-то направление с планшетами забросили. Есть Huawei, но у Huawei есть, как известно, проблемы с Google сервисами. Да, там что-то делают сторонними этими виртуальными машинами, но работает не сказать, что хорошо. Особенно на бюджетниках, где слабое железо, но потому что чудес-то не бывает. Если вы посмотрите на какой-нибудь MatePad за 10-15 тысяч рублей, там всё по железке будет примерно то же самое. И вот если у вас есть от условных 11 до 15 тысяч рублей, я вас только прошу, не берите там версию на 8256 в нашем ритейле за 25 тысяч рублей. Это действительно безумие. Есть задача купить новый планшет со свежей батарейкой, с 3,5-мм аудиоджеком, хорошим экраном. Экран тут действительно хороший, ну пусть и не особо яркий. Но по большому счёту, что вам ещё выбирать? Кроме Redmi Pad SE больше выбора и нет. В общем, как прикроватное устройство для чтения, для просмотра видосиков, может даже ребёнку дать поиграть. Отличное решение, а самое главное, недорогое. Но у меня всё. Если остались вопросы, я знаю, что многие этими планшетами пользуются. Возможно, опытом хочется поделиться. Пиши в комменты, там и общаемся. Лайк, подписка, всё как обычно. Пока, пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова